Я бы хотел еще показать, как делать лопату. Можно ли лопату? Да, лопата. У нас представлена лопата обычная, малая, так называемая саперная лопата, которая не сильно отличается от обычной штыковой лопаты садовой. Да, единственный момент, может быть немногие знают, что садовая лопата затачивается именно с этой передней поверхности, именно с нее, а не по задней. Почему? Потому что, когда происходит капок, земля у нас вылетает вперед, поэтому это как... И не двухсторонняя, да? Да, не двухсторонняя. Почему? Потому что это так же, как я затачиваю ножи для сушистов, и, например, человек приходит и говорит, мне нужно сделать заточку только под правую руку и одностороннюю. Соответственно, я делаю, если мы смотрим с обуха, относительно обуха, то я делаю заточку с правой стороны. Соответственно, когда он производит рез суши, то они слетают больше, как говорится, в правую сторону. Как вот, то есть опять же, лопату мы берем в руки, то есть я ставлю обороты 1200, и вот таким вот... Законим... Перекидываю лопату с одной стороны. Перекидываю лопату с другой стороны. Перекидываю лопату с другой стороны. Его можно снять оселком, либо просто продолжить смену лент и добиться зеркальной поверхности. Но опять же, когда к нам приходит бабушка, дедушка или человек, который просто хочет производить работу, копать землю на даче, то можно закончить на абразиве максимум P240. Даже если мелкая заусенница остается, при первом же копке эти все заусенцы слетят. То есть мы даем возможность человеку за 50-100 рублей получить рабочий инструмент. То есть мы не делаем какую-то идеальную… И получается, что если вы расположите к себе клиента, то клиент вам может принести 3-7 инструментов, на которых можно заработать по 50-150 рублей. Ну вот считайте, умножайте вот это количество, которое за буквально 30-40 минут мы можем сделать.